Всем здравствуйте. Я буду рассказывать вам о протоколе и также о целях нового проекта, который мы инициировали в Аярк. Этот проект называется «Онкоскрининг на пяти континентах». Мы пытаемся гармонизировать сбор данных и также улучшить качество собираемых данных по всему миру. И, как вы знаете, качество в скрининговых программах является очень важным, поскольку в скрининговой программе, прежде всего, у нас всегда есть группа людей, которые отвечают за данные. У нас могут быть ложноположительные, ложноотрицательные данные, и, безусловно, это может все отразиться на качестве данных и могут пострадать в результате люди. Соответственно, мы, например, можем взять в качестве примера скрининг по цервикальному раку и колоректальному раку. И данные показывают, что существует определенное преимущество, определенный вред от скрининговых программ. И, безусловно, это можно ощутить в разных странах мира. Именно поэтому мы рекомендуем скрининг, но надо сказать, что существуют определенные виды онкозаболеваний, где скрининговые программы могут вызвать вред. Прежде всего, это связано с гипердиагностикой. Вот пример гипердиагностики в результате скрининга. Это Южная Корея, где мужчины и женщины проходили скрининговую программу на предмет рака щитовидной железы. И в результате мы пришли к ситуации очень нехорошей. Вот вы видите, определенное количество рака щитовидной железы было выявлено, и эти онкозаболевания выявлялись у мужчин и у женщин, и их лечили при помощи хирургического вмешательства. И, соответственно, пациенты столкнулись с осложнениями в результате хирургического вмешательства, и они в результате были на пожизненной терапии после подобного вмешательства. Но если вы посмотрите на вот эту оранжевую линию, на зеленую линию, извините, которая показывает летальность от рака щитовидной железы, вот посмотрите, летальность не изменилась. Она осталась на том же уровне. Это классическая концепция гипердиагностики. Это означает выявление тех раков, которые, по большому счету, клинически не являлись очевидными и не приводили к инвалидизации или летальным исходам. И, соответственно, вот это плохое качество скрининговой программы показывает нам, что у нас может быть вред от скрининговой программы, и нам нужно обеспечить такие программы, которые бы не наносили вреда или минимальный вред, а не давали бы максимальные преимущества. Вот это как раз такая сеть мер в системе здравоохранения с целью повышения качества скрининговых программ. Но прежде всего мы оцениваем следующие параметры. Эти параметры все разделяются на структурный процесс, процессуальный или процедурный, и на те, которые связаны с исходами. И прежде всего структурные – это те, которые относятся к предоставлению услуг, например, количество центров, которые непосредственно занимаются этой скрининговой программой, и какие провайдеры, кто предоставляет те услуги, которые связаны со скрининговой программой. Затем процедурные. Процедура – это, прежде всего, измерение процедуры скрининга, начиная с приглашения на скрининг, все процедуры скрининга и также частичные оценки положительных и отрицательных исходов и лечения тех раков, которые были выявлены при помощи скрининговой программы. Что касается исходов, это, прежде всего, оценка процессов и также исходов. Исходы, прежде всего, смотрят на количество раков и предраков, которые отправляются на скрининг. Например, я вам могу привести пример подобных показаний. Например, покрытие скринингом – это индикатор процесса, а комплоентность мужчин и женщин, которые были выявлены как положительные, это, опять-таки, то, что связано с процессом. А то, что касается исходов, то это уровень выявляемости, например. Итак, но измерения вот этих параметров не является достаточным, потому что они также должны, также необходимо сравнить с определенными стандартами, которые уже были задокументированы и которые были отправлены на одобрение. И если вы сравниваете эти индикаторы со стандартами и с теми лакунами, которые несут в себе стандарты, то в этом случае вы можете предпринять конкретные очень шаги для того, чтобы сузить эти пробелы и минимизировать эти недостатки. И таким образом мы получаем улучшение качества. Надо сказать, что измерение активности, оценка всех параметров и предпринятие дальнейших шагов – вот наш план основной. Но каждая скрининговая программа, безусловно, должна иметь подобную систему оценки качества, которая позволяет нам измерять подобные параметры. Сама концепция онкоскрининга на пяти континентах – это прежде всего результат тех проектов, которые мы воплощали в жизнь в 28 странах Европейского региона. Мы измеряли скрининговые активности, скрининговые программы в этом регионе, и мы прежде всего смотрели на РМЖ, цервикальный и колоректальный рак, на эти скрининговые программы. И затем в 2017 году был опубликован отчет по скрининговым программам. Это очень важный документ, который прежде всего показывает статус внедрения скрининговых программ, и затем, насколько систематически эти программы были воплощены в жизнь, и как они воплощались в региональные программы, и каким образом они затем были экстраполированы на всю страну. Мы задокументировали все эти программы и также организацию этой скрининговой программы в разных странах. И самое важное, что мы можем сказать, это то, что у нас при таком огромном количестве стран нам нужно было гармонизировать сбор данных для того, чтобы оценить и проанализировать исходы по всем этим регионам. И вот таким образом это выглядело. Посмотрите на этой таблице. Вы видите, что за исключением Греции, где у нас стоят крестики во всех колонках, все остальные страны предоставляли данные. И данные были собраны по РМШ, циррикальному раку и колоректальному раку, и это те типы онкозаболеваний, которые подвергались скринингу в европейском контексте. Они были наиболее важными онкозаболеваниями. Мы получили информацию по 28 странам в соответствии с скрининговым протоколом, также по качеству скрининговой программы, по организационным моментам. И все это мы заключали в определенный опросник. Например, в Австрии, вы видите здесь ситуацию, они предоставили нам опросник по РМЖ, и качество данных было достаточно хорошее. Итак, количественная информация собиралась при помощи другого опросника, который мы называли «таблица данных». И вы видите, что по РМЖ фактически все страны, кроме двух стран, Болгарии и Греции, предоставили данные. Вот таким образом мы собирали данные по каждой стране. Это было два опросника. И затем мы анализировали огромный пул данных, который поступил к нам. Соответственно, посмотрите, здесь будет больше ста таких таблиц. Эта таблица показывает вам уровень выявляемости самых важных типов рака, например, клалоректального рака. Здесь использовались тесты, и также мы здесь включали информацию по гендерам и демографическим данным пациентов. И, соответственно, вот здесь вы видите, что мы использовали программ-менеджер, который, безусловно, должен был обрабатывать данные из вот такой очень нагруженной информации таблицы. Итак, затем мы решили трансформировать эти таблицы в более визуальный формат. И в результате мы смотрели на проект Globacan, который вы хорошо, наверное, знаете. Мы начали перерабатывать эти данные в разнообразные карты или гистограммы, интерактивные гистограммы такого рода. И вот та же самая таблица, которую вы видели на предыдущем графике, на предыдущем слайде, была переработана вот в такую гистограмму. Она показывает выявляемость аденомы, например, у мужчин в возрасте 50-79 лет. Вот в результате разнообразных скрининговых программ в странах европейского региона. И здесь вы можете увидеть, что существуют две страны, Польша и Чехия, у которых гораздо более высокая выявляемость по сравнению с другими странами европейского региона. Второй вопрос, который менеджер программы должен задать себе, это мы понимаем, что очень сложно отвечать на эти вопросы, но у нас, тем не менее, есть, так скажем, определенные вопросы по протоколу. И мы знаем, что в Чехии используется колоноскопия для выявления, а в других странах используется фекальная иммуногистохимия. Соответственно, колоноскопия позволяет нам выявить гораздо больше аденом по сравнению с иммуногистохимией. И нам очень легко получить объяснение, если вы посмотрите на эти данные в таком визуальном формате. Итак, проект CanScreen имеет самые основные цели, буквально следующие. Прежде всего, это собрать и распространить информацию по разнообразным техникам скрининговых программ и по самим программам на глобальном уровне. Например, было бы интересно узнать, каким образом Российская Федерация проводит скрининг среди женщин, например, РМЖ, какой протокол, какая техника, какова организация этой скрининговой программы и каким образом обеспечивается адекватное качество. И, соответственно, это та информация, которую может свести один человек на одном веб-сайте. То есть, фактически, эта информация является, ну, ее можно собрать и можно проанализировать. Это первая наша цель. Вторая – это гармонизировать сбор данных. Вы прекрасно знаете, что у нас разнообразные параметры, которые используются в разных скрининговых программах. И, по большому счету, эти данные и их сбор очень сильно отличаются. У нас могут быть разные деноминаторы, например, если вы используете эту программу в Швеции или в Дании, в России или в какой-то другой стране азиатского региона. Я могу сказать, что скрининговая программа должна быть гармонизирована с точки зрения сбора данных, и мы должны четко понимать, какие параметры мы оцениваем, и эти параметры и техника оценки должны быть гармонизированы. И мы также хотим сказать, что если вы хотите работать со странами, с разными странами, у нас будет отличаться очень культура оценки и интерпретации данных, и интерпретации также качества скрининговых программ. С тем, чтобы… Вот это наши три основные цели – это гармонизация также подходов к оценке и интерпретации данных, и вот тогда исходы могут выглядеть приблизительно так. Я думаю, что многие из вас участвуют в Global Camp программе. И здесь вы можете увидеть, что если вы хотите выяснить, посмотреть на скрининговую программу в Австрии, например, вам нужно перейти на этом веб-сайте на Австрию и затем посмотреть на скрининговые программы в Австрии. Или вы хотите посмотреть на информацию в соответствии с типом онкозаболевания, например, вы можете перейти на РМЖ по ссылке и посмотреть на скрининговые программы по РМЖ в разных странах мира. Вот таким образом фактологическая информация представляется на сайте. Посмотрите, здесь у нас программы скрининговые, здесь начало инициации скрининговой программы в разных странах, вот это протоколы, по которым они работают. Это покрытие тестами. И в одной таблице вы получаете всю эту информацию, а справа вы получаете всю ту же информацию или схожую информацию в виде карт с цветовыми кодами. Итак, каким образом мы эти данные получаем? Прежде всего, мы контактируем, связываемся с людьми, которые являются координаторами программ в Министерстве здравоохранения. Или с кем-то, кто находится в научно-исследовательском институте, который отвечает за скрининговую программу. И мы идентифицируем вот такого человека, который является нашим союзником в каждой стране, который готов собирать данные и делиться этими данными в рамках данного проекта. Надо сказать, что человек, который собирает подобные данные, он будет работать в нескольких форматах. Это прежде всего качественная форма оценки, которая прежде всего запрашивает информацию по политикам в рамках программы протокола, организации внедрения, финансирования, обеспечения качества и политикам купирования зон высокого риска. И если, например, это программа, скрининговая программа по РМЖ, то в этом случае нужно будет заполнить эту статью в соответствии с процедурами скрининга РМЖ. И вторая часть – это прежде всего сбор данных количественных, которые позволят нам прежде всего оценить ключевые параметры. И, как вы видите, вот в этой таблице мы задаем вопрос, какова у нас общая таргетная популяция, общее количество женщин или, например, скрининг цервикального рака и количество положительных случаев. И вот это вся та информация, которая включается в эту таблицу, затем мы хорошо, прекрасно понимаем проблему, связанную со сбором данных от скрининговой программы. И, на самом деле, даже если у программы, так скажем, небольшое количество, небольшая выборка данных, то, тем не менее, мы можем получить данные по количеству положительных случаев. То есть мы задаем эти вопросы и просим каждую страну собрать вот такие данные. И затем данные подаются по регионам, либо по странам, то есть на национальном уровне. То есть, соответственно, вот это позволит нам оценить покрытие скрининговой программы, затем участие в скрининге, финальную оценку. И затем мы можем оценить исходы, такие как выявляемость, например, в зависимости от качества данных, которые мы получаем от разных стран. И как только мы получаем эти данные от конкретной страны, то есть это те данные, которые подаются к нам, данные рассматриваются нашим секретариатом, оценивается их полнота, их целостность и логичность. И затем мы собираем научный комитет. Научный комитет просматривает эти данные еще раз. Как только у нас это происходит, мы можем задать вопросы тому, кто собирал эти данные, и направить их непосредственно для разъяснения. И как только данные одобряются научным комитетом, мы отправляем уведомление, что научный комитет принял ваши данные, и ваши данные выглядят достаточно хорошо. И как только данные полностью одобрены, данные публикуются на веб-сайте. То есть как только данные опубликованы, эти данные можно использовать. Вот они будут поступать вот в виде таких гистограмм, таких графиков. Здесь, например, у нас приглашение в скрининговую программу, и эти данные можно очень легко сравнить. И, возможно, данные могут появляться в виде вот таких таблиц, или вы можете также генерировать карты с цветовым кодом, или вот такие круговые гистограммы. Соответственно, каким образом вы не получили эти данные, надо сказать, что эти данные, как только они одобрены, они будут, они не моментально будут появляться на веб-сайте, потому что есть еще процесс одобрения, рассмотрения этих данных, перерасчета, вернее, расчета и создания вот этих графиков. Итак, давайте подведем итог роли национальных наших соратников. Прежде всего, они делятся данными по скринингу по конкретной стране. Если они даже не работают в системе здравоохранения, то, по крайней мере, у них должен быть некий мандат, который позволяет им работать с данными и делиться данными с нами. Они подают данные в Канскрин 5 на веб-портал. Мы рассматриваем эти данные, анализируем их, и затем эти данные уже вносятся в текущие публикации. То есть это не просто сбор данных, и не просто, так скажем, мы делимся этими данными друг с другом, но есть у нас определенный человек, на которого мы опираемся, на которых мы будем опираться в разных странах и регионах, который работает с нами в плотном сотрудничестве. Одно из основных проблем и основных моментов, связанных с этой программой, это прежде всего образовательные программы. У нас будет вот такая платформа для электронного обучения. Это очень важный момент, который позволяет нам создавать рабочие руки, так скажем, и людей, которые будут работать с нами. Прежде всего, это менеджеры программы, это те, кто занимается созданием политик, созданием программ. Все эти люди могут участвовать в наших электронных обучающих программах. Там будут небольшие видеопрезентации предоставлены, и затем мы будем говорить о принципах обеспечения качества, почему это так важно в скрининговых онкопрограммах. И затем нам необходимо также адекватное качество, и это качество должно, безусловно, оцениваться и повышаться. И на каких индикаторах мы базируемся в оценке качества, это непосредственно также то, о чем мы будем говорить в рамках наших электронных обучающих программ. Итак, мой последний посыл, мое последнее сообщение заключается в том, что у нас есть вот такая D-I-K-Y или W-пирамида. Это как раз та самая пирамида, которая позволяет нам оценить то, что происходит в рамках любой программы. Нам прежде всего нужно проанализировать данные, и мы должны эти данные рассматривать в контексте для того, чтобы понять, что из этих данных мы можем получить, что непосредственно нужно анализировать. Мы получаем некую информацию, именно эту информацию мы используем для того, чтобы понять качество программы. Например, если выявляемость слишком низкая, почему тогда? Какие могут быть причины такой низкой выявляемости? Возможно, покрытие скрининговое слишком низкое, либо нам нужно улучшить, так скажем, каким-то образом покрытие, либо улучшить процедурную сторону. Соответственно, все это базируется на знании. Мы должны гораздо лучше понимать те лакуны, те пробелы, которые у нас есть, которые препятствуют обеспечению адекватного качества. И мудрость – это, прежде всего, умение принять решения на основе тех данных, на основе той информации, которую мы получаем.